Добрый вечер! В прямом эфире Мира Белогория программа «Знающие люди». Это интерактивный проект, который создан не только для вас, но и вместе с вами. Вы всегда можете стать нашими соавторами. Для этого заходите на сайт www.nurbelogoria.ru, наши группы ВКонтакте и Фейсбуке. Оставляйте там свои вопросы и предложения. Ну и, конечно же, звоните в прямой эфир прямо сейчас, телефон 584410. А сегодня гость нашей студии, заведующий отделением межведомственных связей и комплексных программ профилактики областного центра медицинской профилактики Олег Заикин. Здравствуйте, Олег Николаевич. Здравствуйте. По традиции, тема нашего сегодняшнего разговора в нашем сюжете. Диспансеризация как одна из мер сохранения здоровья населения. Как, где и кто может ее пройти? Какие исследования она предполагает и в чем ее польза? А какую ответственность можно было бы ввести за отказ от прохождения диспансеризации? Об этом мы спросили посетителей сайта www.nurbelogoria.ru. 10% респондентов предложили не оплачивать больничные листы тем, кто вовремя не прошел диспансеризацию. Породно разделились голоса между вариантами лишения полиса ОМС и денежный штраф. Но большинство посетителей сайта считают, что диспансеризация должна быть абсолютно добровольной, а отказ от нее не может предполагать какую-либо ответственность. Спросите о том, что волнует вас в прямом эфире. Тема программы сегодня – диспансеризация. Олег Николаевич, ну вот так проголосовали наши зрители. На самом деле, вот на данный момент диспансеризация населения, она обязательная или добровольная? Согласно действующего законодательства Российской Федерации, диспансеризация – дело добровольное. И прохождение диспансеризации проводится после письменного подтверждения гражданина, что он согласен пройти диспансеризацию и согласен на обработку данных. Он может отказаться. Никаких санкций нашим законодательствам не предусмотрено. Он может отказаться от отдельных видов диспансеризации. Если он отказывается от диспансеризации или от отдельных ее видов, он также оформляет письменную расписку. Олег Николаевич, ну вот такой вопрос у нас есть на сайте мирбелогория.ру. Даже скорее не вопрос, а мнение. Зачем вообще нужна эта диспансеризация? Пусть государство лечит тех, кто болен. А если я здоров, то зачем тратить время свое и врачей просто так? Вопрос, конечно, очень важный. И хотелось бы, чтобы все поняли правильно. Чаще всего все-таки наши граждане идут в медицинскую организацию, когда становится тяжело. Заболел? Когда уже болен. Это может оказаться даже поздно иногда. Вот диспансеризация как раз направлена на то, чтобы осуществить ранние выявления хронических неинфекционных заболеваний. И не только самих заболеваний, но и факторов риска их развития. Такие как артериальная гипертония, такие как повышенное содержание глюкозы в крови, дислепидемия, повышенное содержание холестерина в крови, табакокурение, употребление алкоголя, нерациональное питание, низкая двигательная активность, избыточный вес или ожирение. Затем медицинские работники обязаны, если человек болен, вылечить всеми имеющимися способами, вплоть до оказания высокотехнологичной помощи. Если ее нет возможности провести в данном учреждении, где проживает, он будет послан в областную клиническую больницу в обязательном порядке. И то же самое будет осуществляться с гражданином в отношении факторов риска. Его будут обучать в школах здоровья, бросить курить, рационально питаться, достаточно двигаться и бросать курить, бросать и употреблять алкоголь. Ну понятно, то есть диспансеризация нужна для того, чтобы обнаружить заболевание, которое человек еще не знает, но оно уже есть. Дело в том, что именно это мероприятие позволяет снизить инвалидность раннюю, раннюю смертность у людей. И тем самым станет богаче наше государство. Спасибо большое. У нас есть звонок. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 584410. Давайте послушаем нашего телезрителя. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Диспансеризация, это вообще платная или бесплатная? Спасибо. Для каждого гражданина Российской Федерации эта процедура абсолютно бесплатная. Это оплачивают фонды обязательного медицинского страхования. Они же и следят за качеством и полнотой диспансеризации. Кроме того, за этим следит и специалисты Департамента здравоохранения и социальной защиты, за этим следит областной центр медицинской фрилактики. Мы практически каждую неделю выезжаем в какое-либо из учреждений и занимаемся изучением. Затем подводим итоги и указываем на недостатки. То есть, я так понимаю, что нужно будет иметь при себе медицинский полис? Да, совершенно верно. Для того, чтобы пройти диспансеризацию, нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Спасибо большое. Еще один вопрос с сайта мирбелогория.ру. Чем диспансеризация отличается от обычного посещения своего участкового терапевта? Обычное посещение чаще всего все-таки, опять же, бывает только тогда, когда человеку стало трудно. Он заболел. А это как раз направлено больше на то, чтобы или рано выявить еще заболевание, то, о котором человек еще, может быть, не знает. Но оно у него есть. У человека могут быть факторы риска развития инфекционных заболеваний, вредные привычки, неправильное питание. Врач должен принять меры, привлекая к этому других врачей, для того, чтобы научить, приучить человека вести здоровый образ жизни. Ну, а если все-таки заболевание такое, которое будет у него постоянно, управлять своим заболеванием. Если гипертоника вылечит в острый период, и не научить его, как себя вести, то есть, что можно есть, сколько есть, сколько двигаться, лечение может оказаться на смарку. Спасибо большое. Я напоминаю нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 584410. Звоните, задавайте свои вопросы. Сегодня мы говорим о диспансеризации населения. Еще один звонок у нас. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вот скажите, я в этом году решил пройти диспансеризацию. Я пришел в поликлинику, а мне говорят, у вас возраст неподходящий, а мне 31 год. А что это все значит? Спасибо. Спасибо. Диспансеризация начинается с 18 лет и старше. Каждый год проходит 23% по определенным возрастам. Но если вы не проходили до этого никогда, ну, может быть, просто на приглашение не, так сказать, приходили, не являлись на диспансеризацию, то вы можете сейчас прийти в медицинскую организацию, попросить, и вам не будет отказано. Вы пройдете полную диспансеризацию, медицинские работники будут только благодарны. А даже на какие-то приглашения приходить на диспансеризацию? Естественно, когда начиналась диспансеризация в 2013 году, то затруднения были в том, что плохо люди являлись на диспансеризацию. Медицинские работники стали разносить приглашения, звонить по телефону. Очень часто мы выступаем по радио, телевидению, в газетах, где только можно. Наконец, просто люди поняли важность и ценность диспансеризации. Сейчас с явкой значительно лучше. Да, приглашение практически рассылается всем. Спасибо большое. У нас еще один звонок есть. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Задавайте вопрос в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, меня зовут Светлана Николаевна. У меня такой вопрос. Если гражданин переехал из другой области в этом году, как пройти диспансеризацию? А медицинский полис у вас есть? Да. Спасибо. Проблем никаких не будет. Надо указанному человеку встать на учет в медицинскую организацию по месту жительства. Как только встанет он на учет, ему сразу будет предложено прийти на диспансеризацию. Если, конечно, он уже не прошел в том месте, где раньше проживал. Но пройдет два года, не больше, его снова пригласят на диспансеризацию. Спасибо большое. Еще один вопрос в продолжении темы возраста. Я 1972 года рождения. Срок диспансеризации прошел. Когда я могу пройти? Ваше желание. Вы приходите в медицинскую организацию и просите вас принять на диспансеризацию. Вы ее пройдете, вам не откажут. Олег Николаевич, действительно, они не должны откажут. Потому что даже я изучаю вопрос. На многих сайтах поликлиник, учреждения здравоохранения, в разделах диспансеризации там указаны конкретные года рождения и возраст, которые в этом году должны проходить. Совершенно верно. Министерство здравоохранения определено, какие возраста. В этом году одни возраста, в следующем году другие возраста, еще через год еще возраста. За три года проходят все люди. Поэтому для того, чтобы не было ритмичность в работе и не было непонимания, это вывешивается на все сайты, во всех средствах массовой информации. Чтобы люди все-таки следовали определенному правилу. Но уж если он по какой-то причине не смог, не слышал, не знал, не хотел, то он придет и пройдет. А потом через три года снова будет. Отказать не могут. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 584410. Звоните, задавайте свои вопросы. Еще один звонок у нас. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот заранее записываться на прохождение диспансеризации надо? Спасибо. Если вы живете в нашей области, имеете прописку, то записываться заранее не нужно. Вы получите приглашение. Это либо по телефону, либо найдете в почтовом ящике, либо к вам придут домой и предложат пройти диспансеризацию. Ну вот часто бывает, когда люди прописаны по одному адресу, проживают фактически по-другому, естественно. Не могут получить, да? Вот каким образом тогда им поступать? Любой из нас с вами, проживая, скажем, на Харьевской горе, по его желанию, может, по заявлению, перейти на медицинское обслуживание, скажем, поликлиники, которая находится в северной части города. Это его право. Его там будут обслуживать, и там же он пройдет диспансеризацию. И оттуда он получит предложение, приглашение. Ну вот, кстати, вопрос на эту же тему у нас есть на сайте мирбелогория.ру. Скажите, пожалуйста, для прохождения диспансеризации я должна обращаться только в ту поликлинику, которая прикреплена по месту проживания, или я могу обратиться в любую поликлинику, которая мне больше нравится? Диспансеризация осуществляется теми медицинской организации, в зоне которых проживают граждане. Но еще раз, если гражданин пожелает проходить медицинское обслуживание вообще в другом медицинском учреждении, он может написать заявление, и его там поставят на учет, и там будет проходить. Если это удобно. Скажите, как это вообще работает? То есть человек приходит в поликлинику, куда он в первую очередь должен пойти, куда обратиться? Он получил приглашение на диспансеризацию. Ну, даже если не получил. Взял с собой документы, паспорт, поле страховое, снил, подошел в регистратуру и сказал, я проживаю там-то, вот мои документы, я на диспансеризацию. Сразу ему будет сказано, вы вот идите в кабинет такой-то, с самого начала. И кабинет этот будет либо отделение медицинской профилактики, либо кабинет медицинской профилактики. Этого человека там начнут проводить инкетирование, то есть опрашивать, что его беспокоит, чем болел раньше. Там его проведут измерение роста, веса, рассчитают эндоксмассы тела, взвесят. Затем проведут отбор проб для экспресс-исследования содержания глюкозы и холестерина в крови. И дальше его направят для дальнейшего прохождения. И там будет сказано, куда идти, кому идти. Вот еще такой вопрос на сайте mirbelogoria.ru. Если я живу в сельской местности, где я могу пройти диспансеризацию? Предполагаю, что в райцентре. Тогда смогу ли я пройти ее за один день, потому что несколько раз ездить тяжело? Согласно действующих приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации по диспансеризации, фельско-кушерские пункты на селе обязаны оповещать граждан, приглашать их к себе на фельско-кушерский пункт, для того, чтобы те моменты, которые я только что назвал, скажем, опрос анкетирования, взвешивания, измерение грудной клетки, измерение индекса массы тела, измерение артериального давления, внутриглазного давления, это все можно сделать на территории фельско-кушерского пункта. Вдобавок, на фельско-кушерские пункты, медицинскими организациями, которые находятся в районном центре, один-два раза в неделю приезжают врачи, работник лаборатории, и людям осуществляется измерение дополнительных видов исследований, таких как кардиография, отбираются другие пробы для исследований, и вот по результатам потом, с результатами, нужно будет единственный раз, если туда не приехал терапевт, а так он один-два раза в неделю приезжает, съездить в центральную районную больницу, если человек полностью здоров. Если же он нуждается в дополнительном обследовании, то придется съездить в центральную районную больницу еще раз. Но это стоит делать, это значительно дешевле, чем болеть и тратить средства на лечение. Спасибо большое. Напоминаю, телефон студии 584410, мы работаем в прямом эфире, звоните. Сегодня говорим о диспансеризации. Еще один звонок у нас. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а какие исследования входят в диспансеризацию? Спасибо. В диспансеризацию входят, кроме названных видов исследований, извешивания, анкетирования, опрос, это общие анализы крови, мочи, кровь на содержание глюкозы, на содержание холестерина, это экспресс-анализы кал на скрытую кровь, осмотр акушерки со взятием проб для исследований, затем ультразвуковые исследования. И по результатам вот этих исследований, если есть неполная ясность в отношении здоровья, то человек направляется на второй этап диспансеризации, и там проводятся дополнительные исследования, такие как консультация невролога, консультация уролога, консультация отолеринголога, консультация офтальмолога, ректора моноскопии, коля, куда, совершенно верно. Я еще хотел бы сказать, что вот сейчас по предложению Департамента кадров и политики правительства Белгородской области, в этом году в Белгородской области осуществляется работа мобильной школы здоровья. Это работники Департамента здравоохранения, сотрудники областного центра медицинской профилактики, вместе с оборудованием центра здоровья, это 10-14 человек бригада выезжают в самые отдаленные населенные пункты по предварительной договоренности, проводят определенные виды исследований, проводят консультации с самыми лучшими специалистами, выдается паспорт здоровья, который в обязательном порядке, может быть, использованы эти данные в ходе диспансеризации. Это очень эффективная работа. Например, в Рынском районе мы работали 3 дня, и обслужили 500 человек. Трудно, но очень много было восторга у людей. Люди были очень благодарны. Спасибо большое, Олег Николаевич. Еще один звонок у нас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы очень хотела знать, а какой крайний срок диспансеризации? Когда-то я обращалась, мне сказали, до 65. Нет, ограничений нет, с 18 лет и старше. Я должен говориться, что до 18 лет, там другие существуют, но тоже в обязательном порядке, другая периодичность прохождения диспансеризации детей и подростков. Еще один вопрос с сайта мирбелогория.ру. Если в процессе прохождения диспансеризации выявлено серьезное заболевание, должны ли мне сразу начать лечение, или отпускают с этим диагнозом на все четыре стороны? Конечно, это первая обязанность, что выявлено заболевание. Надо лечить, оказать специализированную помощь, а если необходимо, то и высокотехнологичную помощь. И в полном объеме. Кроме этого, пролеченное заболевание должно сопровождаться обучением больного, как вести себя, если он имеет какое-то заболевание, и как потом предупредить заболевание. Таких школ здоровья у нас в области очень много. Их более 500. В год обучается около 90 тысяч человек. И вот самые популярные в этом году, которые обрели широкое распространение, это школа помощи желающим отказаться от курения. У нас уже их в области 33. И школа рационального питания. Где конкретно они находятся? Ну вот хотя бы в областном центре? Нет, такие школы находятся в каждом учреждении медицинском. И эта работа также контролируется. И департаментом здравоохранения, областным центром медицинской профилактики. Регулярно проводится анализ, выезжается на место, проверяется, как это осуществляется, и вносится предложение по улучшению этой работы. Я должен сказать, что эффективность обучения достаточно высока. До 30% людей улучшают свое состояние здоровья, даже имеющие хронические заболевания, если они выполняют те рекомендации, которые им даются в школу здоровья. Может ли человек сам туда прийти, или вот только по направлению, там после диспансеризации, или каких-то других обследований? Он будет не просто принят, он будет с удовольствием принят в школу здоровья, потому что ведение школ здоровья медицинскими работниками, оно поощряется. Где граждане могут узнать, где ближайшая к ним школа здоровья? Школа здоровья находится в медицинских учреждениях. Где он приписан, где он обслуживается, это поликлиника, это больница, сейчас уже и фельско-кушерские пункты ведут, это санатории. Во всех медицинских организациях больницы, поликлиники, санатории, амбулатории везде должны вестись в школы здоровья. И они ведутся, это контролируется, это поощряется. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 584410. Звоните, задавайте вопросы. Осталось немного времени. Сегодня мы говорим о диспансеризации. Еще один звонок у нас есть. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, нужно ли брать на поход в поликлинику отгул на работе, или этот день должен оплачиваться работодателем? Спасибо. В настоящее время депутаты Государственной Думы, еще прежнего созыва, подготовили проект закона, и он в ближайшее время будет рассмотрен, на котором предлагается обязать работодателя представить один оплачиваемый день для прохождения диспансеризации. Пока это на рассмотрении. Но прохождение диспансеризации не может служить поводом для принятия каких-то мер со стороны работодателя. Спасибо большое. Телефон студии 584410. Звоните, еще успеете задать вопрос. Еще один звонок у нас. Алло. 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 Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Кто и как контролирует проведение диспансеризации? Спасибо. Мы уже, правда, говорили, но еще раз повторим. Прохождение диспансеризации контролирует, конечно, тот, кто финансирует. Это страховые компании. И очень довольно-таки серьезные. Специалисты Департамента здравоохранения, специалисты областного центра медицинской профилактики. Эта акция вот этими специалистами осуществляется с выездом не реже один раз в неделю. Порядка четырех, пяти, шести раз в месяц. И проверяется вся абсолютная документация от самого начала и до самого конца. То есть, что с человеком делали, как ее обследовали, все ли выполнены необходимые исследования, обследования. И что дальше? Принимаются меры, если есть какие-то нерешенные вопросы. Если вдруг есть жалобы у пациентов, например, отказали, неполные перечень исследований, например, предоставили. Куда человек может обратиться, пожаловаться, чтобы устранить эти недостатки? За организацию проведения диспансеризации отвечает руководитель медицинской организации. Прежде всего ему. Но если реакция не удовлетворит заявителя, то на сайте Департамента здравоохранения очень легко войти и развестить туда любое свое обращение. Причем его оттуда никак нельзя ликвидировать. Оно будет рассмотрено. В таких случаях направляется внеочередной выезд бригады. Все будет проверено. И человеку будет дан компетентный ответ. Если действительно что-то там не доделали, значит, потом будут выполнять полностью все. Это уже сомнений не будет. Потому что возможность для проведения диспансеризации полностью имеется. Обеспечение оборудованием, реактивами, специалистами, помещениями. Я должен так вот сказать, что если, например, в какой-то медицинской организации нет определенного вида оборудования, а оно необходимо, скажем, ультразвуковое исследование, то он заключает договор. Рядом есть район и представляется транспорт, заключается договор. Человек все равно бесплатно там пройдет. Пройдет все, что положено. Ну, то есть, если что, обращаться в Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области. Такой еще вопрос с сайта мирбелогория.ру. Скажите, сколько занимает общее обследование? Ну, вот примерно, да, сколько потребуется там дней на прохождение всего? Если человек полностью здоров, то один день ему вполне хватит. Но дело в том, что полностью здоровых это где-то не более 25-30%. А вот остальные нуждаются, это первая группа здоровья, когда он полностью здоров, у него нет практически факторов риска развития неинфекционных болеваний или не есть, но они слабо выражены. Угрозы нет. Вторая группа здоровья, когда человек еще не больной, но у него резко выражены такие факторы риска развития, как, скажем, табакокурение, нерациональное питание и высокий абсолютно сердечно-сосудистый риск. То есть он на грани заболевания. Вот этот человек нуждается в повышенном внимании. Его надо дообследовать. Его обязательно нужно научить, проучить. Кроме того, по приказу Министерства здравоохранения, лица со второй группы здоровья подлежат диспансерными наблюдениями. Силами фельско-акушерского пункта. Силами отделения медицинской профилактики, поликлиники, больницы. Так что человек, который попал в поле зрения и нуждается в наблюдении, наблюдение будет осуществлено. Естественно, третья группа здоровья, А и Б, это больные люди. Они нуждаются в лечении, оказании специализированной, высокотехнологичной помощи, но и в диспансерном наблюдении, и в обучении. И это проводится. Олег Николаевич, я благодарю вас за то, что вы сегодня к нам пришли. К сожалению, время эфира подошло к концу. Мне подсказывают режиссеры, что очень много звонков, которые не успели мы выпустить. Мы их вам передадим. Все эти вопросы надеемся, что вы ответите за тем в частном порядке нашим телезрителям, чтобы просветить их в деле диспансеризации и профилактики. Я также благодарю наших телезрителей и радиослушателей за то, что вы сегодня были с нами. Напоминаю, что каждую пятницу в прямом эфире «Мира Белогоря» знающие люди всего доброго.